На трибуну Мавзолея поднимаются руководители Коммунистической партии и Советского государства во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым. 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 До встречи слева! На крыль! ВОЕННЫЙ ПАРАД Товарищ маршал Советского Союза, войска московского гарнизона, ветераны войны и труда для парада Вознаменование 40-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Лушев Начинается объезд войск Министр обороны подъезжает в колонии ветеранов войны Министр обороны Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне Министр обороны и командующий парадом объезжают стройслушателей военных академий и курсантов училищ Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне Ура! 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 Здравствуйте, товарищи суворовцы и нахимовцы! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 40-й годами! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 40-й годами! Поздравляю вас с 40-й годами! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! И последний выстрел в поверженном Рейхстаге. 1418 дней и ночей на пути к победе. В битвах и сражениях Великой Отечественной войны отстояли советские люди свободу и независимость социалистической Родины. Защитили дело Великого Октября. Само право быть гражданами первого в мире социалистического государства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Объезд войск завершен. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маршал Советского Союза Соколов поднимается на трибуну мавзолея. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас прозвучат фанфары, и министр обороны СССР произнесет речь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Товарищи воины Советских вооруженных сил, товарищи ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, трудящиеся Советского Союза, уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства, приветствую и поздравляю вас всенародным праздником, сорокалетием победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Четыре десятилетия назад завершился разгром фашистских агрессоров. В истории нашей Родины не было более сурового испытания, чем Великая Отечественная война. В ней решалась судьба первого в мире социалистического государства, будущее мировой цивилизации, прогресса и демократии, историческая победа, одержанная советским народом и его вооруженными силами над фашизмом убедительно доказала могущество и несокрушимость страны Советов, ее огромные экономические, социально-политические и духовные возможности. победа ярко продемонстрировала монолитное единство партии и народа, нерушимость союза рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, дружбу и братство народов союза советских социалистических республик, великую силу марксинско-ленинской идеологии. Победа Советского Союза – это победа его вооруженных сил, передовой советской военной науки, полководческого искусства и боевого мастерства наших военных кадров. Человечество еще не знало такого массового героизма, доблести, мужества и воли к победе, проявленных советскими воинами и партизанами в жестокой схватке с врагом. Великий подвиг в годы войны совершили труженики тыла. Несмотря на колоссальные трудности, они в нарастающих количествах создавали военную технику и оружие для разгрома врага, обеспечивали армию и страну всем необходимым. Вдохновителем и организатором победы явилась Ленинская коммунистическая партия. По ее призыву вся страна поднялась на смертный бой с фашизмом, превратилась в единый боевой лагерь. Коммунистическая партия Советского Союза была подлинно сражающейся партией. Коммунисты находились на самых трудных и решающих участках борьбы с врагом. Личным примером, страстным партийным словом они вдохновляли и вели за собой советских людей. Наш народ всегда будет помнить и по достоинству оценивать самоотверженную борьбу с фашистскими захватчиками, бойцов военных соединений, партизанских армий и отрядов Югославии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Албании, войсковых частей Венгрии, участников движения сопротивления и антифашистского подполья. Большой вклад в достижение победы во Второй мировой войне внесли народы и армии Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Китая и других государств антигитлеровской коалиции. В первых рядах освободителей борьбы находились коммунисты, верные сыны своих народов, пламенные патриоты, интернационалисты, буржуазная пропаганда прилагает немало сил, чтобы исказить историю, снять ответственных с тех, кто развязал Вторую мировую войну, принизить роль Советского Союза в разгроме фашистских захватчиков. Но правду не дано опровергнуть никому. Всему миру известно, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу, в освобождение народов Европы от фашистского рабства, в спасение мировой цивилизации. Победа стоила нам 10 миллионов жизней советских людей. И этого мы никогда не забудем. Разгром ударных сил империализма привел к ослаблению его позиций, обострению и углублению общего кризиса капитализма. Возникла и успешно развивается мировая социалистическая система. Советский народ, прошедший через суровые испытания войны, полон жизненных сил для новых свершений во имя идеалов, за которые сражались защитники социалистического Отечества. С великой гордостью мы видим, как растут и крепнут силы нашего государства, как воплощаются в жизнь величественные партии и планы. Коммунистическая партия, вооруженная бессмертным революционным марксистко-ленинским учением, уверенно ведет советский народ по пути, указанному Лениным. Все дела и помыслы ее направлены на благо советского народа строительства коммунизма. Могучую творческую энергию нашему созидательному труду придает приближение важнейшего события в жизни страны очередного 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Усилие нашей партии, советского государства, концентрируется на дальнейшем укреплении социалистического содружества, упрочении позиций социализма, на твердом и последовательном проведении в жизнь ленинских принципов мирного сосуществования государств с различным общественным строем, на прекращении развязанной империализмом гонки вооружений, на укрепление мира на планете. Советский Союз выступал и выступает за предотвращение ядерной войны и обеспечение надежной безопасности народов, за практические меры, ведущие к снижению международной напряженности, к установлению атмосферы доверия, сотрудничества и взаимопонимания между всеми государствами. В нынешней сложной международной обстановке Советский Союз готов проявить добрую волю вместе с другими государствами настойчиво искать пути к взаимоприемлемым соглашениям, направленным на ослабление военной угрозы. Однако он твердо заявляет, что любого, кто посягнет на мирный труд советских людей, на безопасность советской страны и ее союзников, неизбежно постигнет возмездие. Наши славные вооруженные силы располагают для этого всем необходимым. Свою историческую миссию по защите завоеваний социализма советские вооруженные силы выполняют в едином строю с армиями государств социалистического содружества. Братский союз народов и армий, государств, участников Варшавского договора, 30-летие которого отмечается в эти дни, выступают могучим фактором обеспечения мирного труда своих народов, сдерживания агрессивных империалистических сил и вполне закономерно решение братских стран продлить действие этого договора еще на 20 лет. Советские воины единодушно поддерживают и одобряют решение мартовского и апрельского 1985 года пленумов Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Тесно сплоченные вокруг родной Коммунистической партии и ее Ленинского Центрального комитета верные героическим традициям, а не напряженным ратным трудом крепят боевую готовность частей и кораблей, всегда готовы достойно выполнить свой патриотический и интернациональный долг. Слава воинам вооруженных сил, ветеранам Великой Отечественной войны, бойцам народного ополчения, партизанам и подпольщикам, друженикам тыла, женщинам, ученым и деятелям культуры, отстоявшим в борьбе с фашистскими захватчиками честь, свободу и независимость нашей Советской Родины. Вечная память защитникам Родины, павшим в жестоких боях с фашистом за свободу и счастье нынешних и грядущих поколений. Да здравствует героический советский народ, народ-победитель и его доблестные вооруженные силы. Да здравствует наша Великая Родина, Союз Советских Социалистических Республик. Слава Ленинской Коммунистической Партии Советского Союза, вдохновителю и организатору всех наших побед. Ура! Слава Ленинской Коммунистической Партии Советской 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 Партии Сов Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 К торжественному маршу! О батальон! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! Остальные направо! На плечу! Равнение направо! Шагов! Военный парад открывают барабанщики, воспитанники Московского военно-музыкального училища! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Знамя Победы! Оно прошло долгий путь, прежде чем советский солдат водрузил его над поверженным Рейхстагом! Честь пронести знамя Победы по Красной площади предоставлена дважды герою Советского Союза маршалу авиации Николаю Михайловичу Скаморохову! Ассистенты-знаменосцы не менее прославленные воины! Герои Советского Союза Николай Иванович Кузнецов, Павел Андреевич Литвиненко, Степан Андреевич Неустроев, Николай Максимович Фоменко! За знаменем Победы штандарты фронтов! Всех десяти фронтов, громивших врага от Баренцева моря до Черного! И 150 боевых знамен! Они как бы представляют сегодня все прославленные полки и дивизии, всю героическую Красную армию! Боевые знамена сопровождает рота почетного караула! Она представляет три рода войск – армию, авиацию и военно-морской флот! На Красной площади колонна героев Советского Союза. Нет среди героев и двух одинаковых судеб, но есть одно общее – каждый из них совершил подвиг. Они всегда были впереди – там, где труднее, там, где нужно было первым подняться в атаку. Если бы можно было собрать всех героев Советского Союза на этот праздник, то их здесь оказалось бы более 11 600! Перед мавзолеем полные кавалеры солдатских орденов славы. За всю войну ими стали около двух с половиной тысяч воинов. Отвага солдат! Даже самый совершенный замысел военачальника остался бы только замыслом. Не будь на поле боя солдат, стойкость и отвага которых подстать – смелой мысли полководца. Солдат, способных пройти сквозь пули. На Красной площади участники Парада Победы 1945 года. Конечно, годы берут свое, но, посмотрите, идут они с достоинством. Не забыли строевого шага ветераны. Идут те, кто отстоял Москву, Ленинград, Сталинград, кто освободил нашу землю, города Европы, кто штурмовал Берлин. Идет колонна ветеранов войска польского. Ее возглавляет участник Парада Победы 1945 года генерал дивизии Зигмунд Куща. Своё боевое крещение воины 1-й польской дивизии имени Костюшко получили в октябре 1943-го под Ленино, Белоруссии. На площади колонна ветеранов Чехословацкой народной армии. Ее ведет генерал-лейтенант Ярослав Дочкал. Чехословацкий отдельный батальон под командованием подполковника Людвига Свободы, сформированный на территории СССР, свой боевой путь начал у Соколова в марте 1943 года. Идут советские партизаны и подпольщики. Впереди знамя партизанского соединения, которым командовал дважды герой Советского Союза Алексей Федорович Федоров. От мала до велика поднялись на борьбу с фашистскими оккупантами советские люди. На всей временно захваченной врагом территории шла священная народная война. Идут труженики тыла времен Великой Отечественной. Над колонной развивается знамя трудовой славы. Идут люди, которые самоотверженным трудом выиграли битву за металл, хлеб, топливо и сырье за создание оружия победы. На Красной площади взводный полк воинов-освободителей, солдат Великой Отечественной. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Форма одежды у них та же, что была в годы войны. В руках знаменитые безотказные ППШ, автоматы конструкции Шпагина. Советский солдат. Он выстоял, потому что оказался душевно крепче и выше захватчиков. В своем сердце нес он чувство жизни. Это была победа советского человека, истоки которой в октябре 17-го. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На Красной площади наследники боевой славы фронтовиков. Наследники победы. Четок шаг офицерских шарианг. Безукоризненно равнение. В парадном расчете слушатели военной академии имени Фрунзе. На ее знамени ордена Ленина Октябрьской революции, Суворова и Красного знамени. В годы Великой Отечественной вели дивизии армии и фронты выпускники академии. Жуков, Конев, Рокоссовский, Соколовский, Толбухин, Погромян. Около 700 воспитанников академии стали героями Советского Союза. 27 удостоены этого высокого звания. Важно. На марше военно-политическое орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия имени Ленина. Код ее рождения – 1919. В ней учились комиссары гражданской, политработники Великой Отечественной. Личной храбростью, преданностью делу коммунизма, большевистским словом воодушевляли они бойцов на подвиг, воспитывали у воинов мужество и отвагу. Свыше 150 выпускников академии стали героями Советского Союза. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На площади одной из старейших военно-учебных заведений военный орденов Ленина Октябрьской революции и Суворова академия имени Дзержинского. Основана она в 1812 году. И среди тех, кто первым пришел в ее аудитории, были прославленные герои Вородина. Вопускники академии внесли большой вклад в создание отечественной боевой техники. Среди ее воспитанников – 68 героев Советского Союза, 21 герой социалистического труда, 227 лауреатов Ленинской и Государственной премии. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Идет военная орденов Ленина и Октябрьской революции, краснознаменная академия бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского. Академия подготовила тысячи талантливых командиров-танкистов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В парадном строю военно-инженерная ордена Ленина Краснознаменная академия имени Куйбышева. Более 160 лет готовит она кадры военных инженеров. В академии учились и преподавали видные советские военачальники и ученые. Среди них легендарный генерал, герой Советского Союза, Дмитрий Михайлович Карбышев. Сегодня в парадном расчете академии более 80 офицеров, награжденных боевыми орденами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Перед мавзолеем военная ордена Октябрьской революции, Краснознаменная академия химической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко. Академия воспитала большой отряд высококвалифицированных военных специалистов, задача которых надежная защита войск от оружия массового поражения. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На марше парадные батальоны военно-воздушной Краснознаменной ордена Кутузова Академии имени Гагарина. Среди выпускников Академии 676 героев Советского Союза. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь учился трижды герой Советского Союза, маршал авиации Иван Никитович Кожедуб. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кадры инженеров для наших военно-воздушных сил готовит Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Жуковского. На ее знамени ордена Ленина Октябрьской революции Красного Знамени. Золотыми буквами вписаны в историю Академии имена всемирно известных конструкторов самолетов и авиационных двигателей Ильюшина, Микояна, Яковлева, Полховитинова. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Перед мавзолеем бело-голубой флаг. В парадном строю курсанты Ленинградского высшего военно-морского орденов Ленина Ушакова училища имени Фрунзе. Трудна и почетна флотская служба. На много недель, а то и на месяцы, уходят военные моряки в дальние походы. На просторах мирового океана несут они свою службу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Парашютно-десантный полк. У воздушных десантников свой особый почерк даже на параде. Плотно плечом к плечу шагают взрослые парни. Каждый из них в совершенстве владеет любым оружием, приемами рукопашного боя. Крылатая гвардия – самый мобильный род войск. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В парадном строю Московская высшая пограничная командная орден Октябрьской революции Краснознаменное училище имени Моссовета. Шестьдесят семь тысяч километров протяженность рубежей, на которых несут службу воины-пограничники. На суше и на море, днем и ночью, в будние праздники граница не знает сна. Пройдет немного времени, и эти юноши в зеленых фуражках станут офицерами пограничных заставок. И снова над площадью военно-морской флаг. На марше полк морской пехоты дважды Краснознаменного Балтийского флота. В годы войны около 500 тысяч моряков сражались на сухопутных фронтах. Они обороняли Москву и Ленинград, Таллин и Ханка, Севастополь, Одессу, Новороссийск, Мурманск и Сталинград. Бойцы первого штурмового броска, морские пехотинцы, умеют действовать дерзко, умело и инициативно. Идут войны ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Дзержинского. Вот уже 57 лет дивизия с честью носит это славное имя. Массовый героизм проявили ее войны в годы Великой Отечественной в боях под Москвой, на Волховском и Западном фронтах. На площади юность армии и флота. Идут суворовцы и нахимовцы. В сегодняшнем параде участвуют Московское и Калининское Суворовские военные училища и Ленинградское нахимовское. Под звуки марша скорого по-юношески здорово Чеканит шаг суворовцы, наследники Суворова. Идут сплоченно, нерушимо, во всем усердия полны, как будто адмирал Нахимов глядит на них со стороны. В годы войны тысячи мальчишек остались без родителей. В 1943-м для сыновей погибших фронтовиков были организованы эти училища. Многие из первых суворовцев и нахимовцев сейчас уже генералы и адмиралы. Торжественный марш академии и частей завершают по традиции кремлевские курсанты. Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР участники всех военных парадов на Красной площади. Всех, кроме одного. Парада 7 ноября 1941 года. В этот день они стояли насмерть на подступах к Москве. За годы войны 74 питомца училища стали героями Советского Союза. Сегодня страна чествует воинскую и трудовую доблесть. Истоки нашей победы, сказал вчера на торжественном собрании в Кремле Михаил Сергеевич Горбачев, в природе социализма, советского образа жизни, во всенародном характере Великой Отечественной войны. Проявляя массовый героизм в боях и труде, отстаивали и защищали свою социалистическую родину советские люди разных национальностей. Их сплачивал и воодушевлял великий русский народ, мужество которого, выдержка и несгибаемый дух являли собой вдохновляющий пример несокрушимой воли победы. На трибуну мавзолея направляются суворовцы и нахимовцы. Они вручают цветы руководителям партии и государства. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Со стороны исторического музея начали движение по Красной площади механизированной колонны. В их рядах боевая техника времен Великой Отечественной войны. Возглавляет эту колонну бывший командующий прославленной 4-й гвардейской танковой армии, дважды герой Советского Союза, генерал армии Дмитрий Данилович Лилюшенко. Как будто ожили молчавшие 40 лет, словно сошлись в виде сталов памятников на рубежах исторических сражений эти танки, знаменитые 34-ки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Т-34 были лучшими танками Второй мировой войны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На площади самоходные артиллерийские установки. Они были той грозной силой, которая истребляла бронированную технику противника, оказывала огневую поддержку атакующей пехоте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ствольная артиллерия различных калибров и систем – огневая сила наших войск. Она была основой нашей обороны, а в наступлении – главной ударной силой по врагу. Могучий артиллерийский огонь крушил укрепление противника, насквозь прожигал хваленую Круповскую сталь. В радость торжества Великой Победы тоже навсегда влились раскаты орудийных салютов. Неувидаемой славой покрыли себя воины-артиллерийские. О них сложены стихи и песни, написаны книги, сняты фильмы. Богом войны назвали артиллерию фронтовики. На площади «Катюши» гвардейские реактивные минометы. Они наводили на врага панический ужас неожиданностью и всесокрушающей силой огня. Первый ракетный залп нанесла по противнику батарея капитана Флёрова под Оршей 14 июля 1941 года. Последние залпы «Катюш» прозвучали победными раскатами в мае 45-го. Зенитная артиллерия. Она была не только надежным заслоном от фашистской авиации, не только грозой для мистершмиттов и юнкерсов, но и не единожды вступала в сражение с наземными силами врага. Била тигры и пантеры в другую вражескую технику. За образцовые боевые действия многие подразделения и соединения зенитной артиллерии награждены орденами, удостоены почетных наименований. Наиболее отличившиеся в боях зенитчики стали героями Советского Союза. Марш боевой техники времен Великой Отечественной войны, конечно же, пробудил у ветеранов, присутствующих здесь на Красной площади, и тех, которые смотрят парад по телевидению, немало воспоминаний, воскресил эпизоды боев, вернул их памятью в горячую, незабываемую молодость. А сейчас на Красную площадь вступает современная военная техника. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА На марше гвардейская мотострелковая Таманская дивизия имени Калинина. В голове колонны овейной славы боевые знамена ее полков. Бои под Смоленском и Ельне, на Курской дуге, на Кубани, в Крыму, в Прибалтике отмечены героизмом и мужеством воинов-таманцев. 33 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Один из полков Таманской дивизии является инициатором социалистического соревнования под девизом 40-летию Великой Победы, 27-му съезду КПСС, наш самотверженный ратный труд. Броня и моторы, орудийные стволы и ракеты на башнях боевых машин. Вот он, нынешний облик бывшей пехоты. Боевые машины воздушно-десантных войск. У всех десантников, которые в этой колонне, знаки солдатской добрости. Каждый десантник – это боец, способный выполнить практически любую боевую задачу. Играет музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слава гвардейцев-кантемировцев рождалась под Сталинградом, крепла на Курской дуге, упрочилась на правобережной Украине. Дивизия освобождала Польшу и Чехословакию. 20 тысяч воинов-кантемировцев награждены орденами и медалями. 31 стал героем Советского Союза. Идут по площади современные танки. Тяжелые приземистые машины, начиненные автоматикой, электроникой, оптикой, вооруженные совершенной техникой поражения, они приспособлены к бою в любых условиях местности, в любое время суток. Кантемировская дивизия награждена вымпелом министра обороны СССР за мужество и воинскую добрость. На Красную площадь вступила современная артиллерия. Мы видели уже сегодня орудия времен Великой Отечественной войны. Сейчас имеем возможность получше убедиться в многократно возросшей мощи современных артиллерийских систем и калиноках. Нынешние орудия стали не только мощнее, но и точнее. Их снаряды таят в себе такую силу, которая на далеком расстоянии способна разрушать даже долговременные укрепления. Проходят современные пушки, гаубицы, самоходные, артиллерийские установки. Идут подразделения реактивной артиллерии. Да, нынешняя артиллерия – это не только мощные пушки. Это самоходные, ствольные и реактивные установки, противотанковые орудия, минометы различных систем и калибров. Ракеты противовоздушной обороны. Каждая такая ракета самостоятельно наводится на указанную ей цель. Противостоит естественным и искусственным помехам. Уничтожает воздушного противника на самой большой высоте. Один пример. В годы войны для уничтожения одного вражеского самолета требовалось 600-700 снарядов. Сегодня одна ракета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все больше калибр. Если так можно сказать, о размерах зенитных ракет, проплывающих по площади. Но войска ПВО – это не только ракеты. Это и радиолокационная техника, новейшие средства, предупреждающие о воздушном нападении. Это все погодные ракетоносные истребители-перехватчики. Войска ПВО всегда на страже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кажется, что просторная Красная площадь становится тесной для этой военной техники. На тягачах тактические и оперативно-тактические ракеты. Они способны в кратчайшие сроки поражать цели, находящиеся за многие сотни километров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отдавая себе отчет в масштабах военной угрозы, сознавая свою ответственность за судьбы мира, мы не допустим слома военно-стратегического равновесия между СССР и США, организацией Варшавского договора и НАТО. Мы впредь будем придерживаться этой политики, ибо крепко, раз и навсегда усвоили то, чему нас научило прошлое. Так было сказано вчера с трибуны Кремлевского дворца съезда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Военный парад, посвященный сорокалетию победы советского народа в Великой Отечественной войне, заканчивается. В заключении его совершает свой марш сводный оркестр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великой Отечественной войны 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok